Всем-всем большой привет, зрители нашего канала. Большой-большой привет. Очень рада вас всех видеть, читать ваши комментарии. Сегодня у нас какой? 4 мая. Ну, рабочий день, но у нас он практически каждый день рабочий. На улице у нас сегодня 5 градусов. Погода, скажем так, прохладненькая для 4 мая. Но у нас, как правило, в мае всегда почему-то такая погода. Мы уже с утра с Юрочиком побегали на стадионе, но мы практически каждый день бегаем. Ну, как, круг пешком, быстрым шагом, кружок пробежки и на турникет пресс 20 раз там покачать. Ну, потом, ну, то, что дома для позвоночника делаю зарядку, я делаю всегда, всегда-всегда по 14 минут в день. Это вот для здоровой спины, чтобы не было. Ну, в общем, очень-очень полезное упражнение. Сейчас еду за Леной, едем. А, нет, сейчас еду за мамой. Вернее, еду к маме. Потом Лена подойдет. Потом мы поедем на рынок. У нас на качеле сверху одевается тент. Мы купили вчера новую ткань и сегодня старый тент сняли. Закажем, чтобы нам сшили по нашему, как сказать, по старому образцу новый тент. Вот. Еще я хотела вам с вами поделиться. Мне вчера Ксения Валерьевна прислала первый в жизни донат. Вот. Написала на путешествие от подписчика. Спасибо большое. Было так неожиданно. Это пришло вчера утром, часов в 11. Ага, я еще думаю, вот, кто меня прислал. У всех спросила. Ну, как-то так даже. А дома вчера, ну, всегда же время свободное. Разбираешь. И очень большое спасибо. Прям очень неожиданно. Это вот первый раз в жизни мне прислали. Так и написала от подписчика на путешествие. Так что вот, начало положено. Ладно, поехали к маме. Пока длинный светофор. Еще поболтаю немножко с вами. Вот. Уже хочется на дачу все доделывать дела. Хочется мыть дом. Мама говорит, догомонитесь. Еще, мол, холодно. Через три дня будет тепло. Прямо руки чешутся. Все вымыть. Постелить новые скатерти. Повесить новые занавески. Вот сейчас тен сошьют. В общем, хочется все равно быть поближе к природе. Ну, и ночевать там уже хочется. Вот. Протопить дом. В общем, такие мы за зиму всегда соскучились. Сильно соскучились по даме. Приехала к маме. Сейчас зашла. Показываю вам ее цветочки. Уже цветут, конечно. Но ничего. Сейчас, через три дня у нас будет тепло. Все поедем на дачу. И будет мама вас высаживать. Помните, я вам показывала. Глаз здесь маленькие были какие. Ой. Все в цветах. У мамы любят цветы. И каждый высаживает то, что любит. Кто-то сажает помидоры. Ему нравится. Кто-то сажает цветы. Понимаете? Тут нужно, чтобы это доставляло истинное удовольствие. Мама ждет, не дождется. Говорит, когда я их всех высажу. Вымыть балкон. Помыть окна. О, Лена приехала. Точнее, пришла. Так, мы уже освободились. Мамуля села. Мам, ты видела там для туи лекарства? Вторую часть не прислали. И перчатки на дачу. Вот эти хорошие, которые мы с тобой заказали. Хорошо. Так, все, едем шить тент. Все, мам, давай я понесу вот эту грязную. Приехали на рынок. Сейчас пойдем. Вот у нас, видите, старый тент. И у мамы покажи ткань. И новая ткань. Клубника на 200 рублей уже. Все продай. А лук-сибок, мам, ты купила уже? Я купила, но вот это вот хорошее. Давай будем выходить, купим. 250 рублей. Можно и такой, и такой, да, будет купить? Купим. Корзинки уже нет, не актуально. Отдали девчонкам шить. Потому что у нас все. Мам, будешь помидоры домой брать? Я возьму хороших. А я возьму. Таких вот штук. Ну, килограмм. Килограммчик, пять штук. Чуть больше килограмм. Ничего страшного. А это чьи они? Они мои. Ух ты, а дагестан. А дагестан. А клубничка сколько сейчас стоит? Огурцы и луховецкие 130 кг. Не-не-не, клубничка. Клубничка это 250 кг. Турецкая, да? Кречская. Ну, какая разница? Я че, вы говорите, 300 кг, это через Турцию идет. Ну, все оно, да. Мы такой в Турции покупаем постоянно. Ладно. Если турецкие, что, там отдыхайте, все кушайте, правильно? Конечно, мы ждем, не дождемся, когда поедем все кушать. И только не за 250 рублей, а подешевле. Ну, цены какие. Грушечка, Ференс, 250. А баклажанчики почем? Баклажан еще возьму. 250 грибы. Дагестан, супер бородач. Картошка. Липецкая, 65 рублей, кстати. Нормальная цена. Так, помидоры. А, я еще зелень, наверное. А зелень... Еще зелень возьмем. Мед тоже разный. А, лук я хотела. Давай. А, лук бери, да. У меня там мало посадки, я поэтому возьму, наверное, этот. Только такой возьмешь? Да, у меня мелкий-мелкий такой. Давай я тебе возьму, хочешь? Да зачем, у меня есть деньги. А красный мы не будем брать, только такой возьмем. Мама, почему ты под зиму не сажаешь лук? Такой вкусный мы выкопали в этом году. Да. С шашлычком съели. Ага, только мало. Ой, это побелка, да, у вас? Побелочка? А сколько стоит? Сейчас побелку сразу. 1,2 килограмма, 108, 3 килограмма, 300 рублей. Сколько? 3,3 килограмма? Дайте 3 килограмма, ага. Хватит нам одной? Нет, нам две банки. Две? Две? Сейчас я сначала за лук расплачусь. Все, и побелочку взяли, так, чтобы будем красить. Давай, наберись такой, зачем красный тогда? Хочешь, два таких возьмем? Возьми вот два. Да, красный все-таки? Попробуй. Ну, давай. Попробуй. Он, это, 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 такой салатный. Давай, давай. Да, очень. Римши взяли, две по 50. Будем сегодня салатик делать. Очень кучу. А, нет, это ремонтантная напишет. А мне надо обычную. Решила я сама посадить. А это называется медовое лето, да она? Да, крупную очень. Да, 10 кустиков клубники. Давайте на тысячу, да. А бери разные, Оксана. Ну, какую сейчас парень мне порожит? А зачем разные, там ремонтантная он сказал. Нам обычную, вот эту. Вот эту берем, обычную. Короче, на тысячу. Это будет 880, 12 кустов. 12 кустиков, да? Ага. И анютины глазки. Ну, мама сказала, анютины глазки будем покупать потом. Когда она высадит все. Потому что у нас своих цветов очень-очень много. 13 кустов клубники. Сказали, ягоды будут в этом году. Ну, посмотрим, будут или не будут. Все купили. Поедем дальше по делам. Я купила черемши. Сегодня у нас будет очень классный салат. Зелени, помидорчиков. Очень полезная черемша. Ой, а мы любим. Мы все. Вот это редиску, дайкон, черемшу. Дайкон тоже редиска. В общем, вперед. Что я хочу сказать. Погода переменчивая. 5 градусов. Сейчас 5 градусов. Полный бак заправили бензином. Почти полный бак уже немножко потратили. И небо, смотрите, такое затянутое. Такое ощущение, что опять пойдет снег. Сегодня шел снег. У нас на удивление шел снег. Ну, и еще, наверное, будут прям такие темные-темные облака у нас прям висят над головой. Ну, а я поеду сейчас приготовлю, а потом что-нибудь придумаю. Ходить еще будем. Все как всегда. Ну, а вообще я хочу сказать, что вот в Зеленограде цены высокие на все. Вот вы писали, что крыльцо сделать. Есть такой сайт профи.ру. Мама обзвонила 15 человек. И никто не соглашался. Если ты не умеешь, вот пишут мужики, да, сделайте. Ну, если они не умеют. Ну, а так вот, судя, как эти товарищи сделали, то, возможно, мне кажется, я и сама бы лучше сделала. Но это опять только так кажется. То же самое сейчас шить тент. Мне до этого шила знакомая, хорошая Лена, с которой мы ездим отдыхать. Но ей уже в этом году 81 год. И она еще года три назад шила нам тент. Но сейчас, говорит, уже плохо видит. Ну, не будем ее даже просить. Потому что, ну, зачем? Мы, конечно, тоже деньги платили. Но я не к этому. Она прямо от души качественно шила. Сейчас на рынке тоже сказали, 2 500 мы вам сошьем. Ну, вот мы поторговали за 2 000. За 2 000 обещали к майским шить новый тент. Ну, хочется все обновить. Понятно, что дом мы не можем обновить. Но чтобы чистота у нас была, это, конечно, в наших силах. Ладно, пошла домой. Убираю? Наушники убирай, ноутбук убирай. Все, хватит уже отдыхать. Юра отдохнул. Все, готовится к трудовой неделе. Сегодня у меня выходной. Сходила, платила за квартиру. Молодец. Я сейчас пойду в Ашан схожу, что-нибудь посмотрю. Купи, пожалуйста, мясо на второй колбаске краковской. Сметанки, хлеба. Запомнишь? Как всегда, и еще что-нибудь. И что-нибудь сладенькое. Сладенькое. Юра вчера пошел, такую вкусняшку принес. Я уже тоже тут кучу дел, типа делаю. Но я тогда пошла с мамой, похожу, а ты тогда в Ашан. А вечером дойдем до банка, ладно? Давай. Ну что, все дела сделаны. Юра пошел в Ашан. Оксана пошла с мамой ходить. Лена тоже пошла ходить. Я говорю, давайте вместе. Лена говорит, да. Ну, вы знаете. Лена ходит очень быстро. Мы с мамой рядом с ней бежим. Она все равно говорит, что мы медленно ходим. Рано иду навстречу маме. Одела шапку, плюс 6 градусов. Когда солнце, очень тепло. Вот сейчас ветер, конечно, уже холодно. Ну, пусть лучше тепло, чем холодно. Ну, вот еще пару дней и все. Буду на даче работать. Клубнику оставила в багажнике. Рук сивок тоже там же. Ну, в общем, короче, жду, не дождусь, когда мы начнем уже вот на даче еще раз делать дела. О, видите, сегодня чувствуется, что рабочий день. Выходные. Здесь прямо яблоко по снегу была. Сейчас свободно. О, маму вижу. Вон там на горизонте идет у нас. Гарусели работают. В общем, кто чем занимается, видите, благоустройством занимаются. Ну, а мы пойдем ходить. Засмотрелась на концерт, мама подошла. Поздоровайся. А, ну мы сегодня виделись уже неоднократно. Ну как, я думаю, уже полдня прошло, нужно снова здороваться. Лучше лишний раз поздороваться, чем потом скажут не здороваться. Как настроение, мамуль? Настроение. Боевое? Боевое. Боевое. Ладно, пойдем походим. Я говорю, когда ветра нет, жарко. Когда ветер есть, холодно. Он парень еще идет. Футболки. Закаляются, видите, молодежь. Ага, что-то делают, так сам, трактора-то. Я смотрю, не разрушают, а что-то ровняют площадку. Бого устраивают, наверное. Ой, красота. Сегодня погода не очень. Хотела сказать, не летная, но летная. Вон самолет летит. Поэтому мы с мамой идем вдвоем. И нам принадлежат все дороги здесь. И дороги, и поля, и леса. Идешь и наслаждаешься. Нет плохой погоды, есть плохая одежда. Вот так вот мы с мамой ходим. Смотрите, какая дорожка. Асфальтированная. Прелесть. Сегодня рыжников нет. Наверное, уже прокатались. Не, ну ветер. Видите, какой ветер. Я шла в Косвилл. К Людмиле, как Краснодар написано. 698 килограммчик. Арбуз. На арбузе на одном ценник написано. Вот этот большой. 622 рубля стоит арбуз. Хотела показать палисадничек в нашем дворе. Я маме рассказывала, что женщина так ухаживает. Тоже, смотрите, с земли подсыпала. Вообще молодец. Цветочки у нее тут, тюльпаны. Все прямо. Здесь она еще не успела, видать, вот эту траву вырвать. Очень молодцы такие. Вот эти беленькие, смотрите, какие красивые. Ох, пресс, да? Я иду домой с полными пакетами. Пришла я домой. Юра купил, говорит, что-то вкусняшки. Юра купил бананы, причем не сговаривает со мной. Хлебушек, яйца и... Ну что, мясо купил. Мясо в холодильник уже убрал. Мясо, вот такое вот, сырок купил. Да, покажи, сырок, сметану, в общем, все у него. Вот, колбаску купил. Колбаску. Краковскую купил. Краковскую. Так что мясо... Сметана не было 20%. А ты какой мясо взял? Ага, молодец, говядина. Вот такой взял 15%. А, ну хорошо, молодец. Так. Сегодня мне просто поразило. Сегодня у нас же в Ашане сделали касса самообслуживания. И я просто удивляюсь. Вот я бы разогнал бы всех менеджеров, которые все это сделали. Это же разворовывает магазин Ашан полностью. Разворовывает. Вот сегодня я пробил все. Останавливает меня охранник на кассе. Аханник. Давайте ваш чек посмотреть. Ну, на, смотри. Что он на этот чек видит? То есть я держу пакет. Это надо проверять. Да, конечно. Это проверять на... Доставай мои покупки. На стол не ставь никогда. Весь ассортимент надо этого пакета сравнивать с чеком. А что он на этот чек посмотрел? Вот что он там увидел? Вот просто... Доставай мой пакет. Значит так... Не поражаюсь. Бананы. То есть у нас... Ну, нас лишние не будут. Тоже четыре ты купила. Тоже четыре. Так. Ух ты, ничего себе. У меня уже слюнки текут. Груши. Груши. Так. Творог я купила, потому что обещала рецепт. Кекс отворожного. Поэтому я вам его спеку, ну, на днях. Странно. Шпроты зачем ты купила? Юра стояла в кассу пробивать. Увидела шпроты? Мне так захотелось, ты не поверишь. Вот хочу шпроты, не могу. Сейчас открою с тобой. Дальше. Макароны. Макароны. Барила. Так. Подожди. Сосиски это на дачу взяла. Послезавтра будем жарить. Ванечка любит это. Не знаю, может быть пару надо было пачек. До 26 мая. Ну, это авокадо. Мы любим тост. Немножко полежит. Он обязательно должен полежать пару дней. Ну, а там, конечно, что еще? А, колбаски докторской. Мы всегда ее покупаем. Да, и тебе принесла. Вот самые мечтики, да? Да, да, да. И я принесла вот такой вот подарочек. Морковный тортик. Морковный? Да. Так вот, ты подарочек-то вот. Тортик. А это, представляешь, Роберт. Бежит ко мне через весь магазин. Мы выходим постоянно в пятерочку. И он говорит, смотри, Юре передай, перевезли киликию. Я хочу передавать. Давай бутылочку и клади мне в корзину. Так что вот для Юрки киликия подарок. И будем вот такой торт морковный сейчас кушать. Ну, спасибо, да. Вот. Я тебе, видишь, спо... Ну, Юра вчера тоже приносил вкусное мороженое, которым... Короче, мы вообще что-то от рук отбились. Ну что, мы сейчас ужинаем. Я смонтирую видео. Давай. Вот. И обязательно вам спеку. Обязательно покажу правильный рецепт творожного кекса. Я просто обалдеваю. Юра под впечатлением. Доллар падает, но цены все раз... Что-то прям бьют какие-то все рекорды. По поводу доллара. Я сейчас зашла в сберкассу в 15-м районе. Хотела купить доллары. Сказали, в нашей сберкассе нет. Но вы езжайте либо в центральный офис, либо в 18-12. Я говорю, там точно мне продадут? Точно. Вот завтра с утра заеду и куплю себе доллары. Так надо посмотреть, по какому... Курс по... Если верить онлайн, то там покупка что-то 73, что ли. Не больше из продажи, конечно. Из продажи 75, что ли. Ну, что-то такое... Не может такого быть. Сейчас тебе покажу. Обманывать не буду. Сейчас выключи камеру. Сейчас, подожди. В общем, Юра меня поправил. 72,66 – это безналичный курс. Это безналичный курс. А вот наличные валюты там, ну, где-то 85, 86, вот такой курс. Ну, просто нам ехать в Турцию, и нам обязательно нужны наличные доллары. Просто получается так, что наличный доллар стоит гораздо выше. Я вам завтра покажу. Я хочу купить 18-12 корпусе и вам расскажу, по какой цене. Ну, все, дорогие друзья, будем с Юрой ужинать. На этом спасибо большое за просмотр. День провели вместе, как всегда. И завтрашний день проведем вместе. Надеюсь, и послезавтрашний. Так что, все, всем всего хорошего. Оставайтесь с нами. Пока-пока.